Всем привет, мои дорогие и любимые парфманьяки, парфлюбители! С вами ваша Анжелика. Наконец-то я вышла на связь. Вот смотрю, какая локация. Я, наверное, немножко вот так отойду подальше, чтобы вы посмотрели на мой такой красивый сарафанчик. Итак, дорогие, сегодня утром записала для вас очередную распаковку. Я опять хомячу и я опять парфманьячу. Это вот такая красота, а потом я думаю, нет, об этом аромате нужно рассказать, этот аромат нужно показать. И вот я с вами, мои дорогие. Амуаж Эпик, 21-й год, дом Амуаж, решил выпустить парфюмы-экстракты. Насколько я знаю, 4 аромата. Это Эпик, 56. Вот он, красавец. Также из женской линейки это Honor, по-моему, 43. И из мужской линейки Reflection и Interlude. Но давайте поговорим о этом аромате, аромат Эпик. 56 цифры означают процент парфюма, процент масел в самом аромате. Итак, мои дорогие, вот такая коробка. Давайте, наверное, я вам сначала покажу эту красивейшую коробку. Посмотрите. Вы знаете, мне нравятся вот именно классические коробки дома Амуаж. Именно вот такие, которые открываются сверху, потому что сейчас у них новая линейка. И там идут такие, как книжечки высовываются. Вот такой вот молочный белый бархат. Ну и сделано это в Амане. Тут стоят все данные. И, конечно же, знаменитый код также здесь присутствует. Это, по-моему, 21 год. Эпик. Когда-то он у меня был в экстракте. Это была лимитированная версия с такой крышкой, усыпанная вся Сваровский кристаллами. То есть, если в этой крышке мы наблюдаем всего лишь один кристаллик Сваровский, вот такого красивейшего цвета, изумрудно-зеленый, то та лимитка, она была именно вся усыпанная этими Сваровскими, кристаллами Сваровски. И это был экстракт в 100 миллилитрах. И я, к сожалению, от него избавилась, как по глупости. Но вот сейчас... Сейчас вышел новый экстракт. Это именно экстракт. Можете здесь все прочитать. Именно экстракты парфам. Вот. И... Вы знаете, он похож в базе на Мажда Бекали «Меня зовут красный». Вот точно такой же. То есть, сначала это эпик. С его специями, с его хвойностью, с его какими-то ладанами, такими почулиевыми потонами. То есть, эпик – это тот аромат, который вам может сразу не понравиться при первом затесте. Вот первый пшик нужно ждать раскрытия. И тогда он покажет вам такую красоту, которую вы уже никогда не забудете. И вы будете вечно помнить об этом аромате. Посмотрите, здесь какая красивая эмблемка. Очень красиво. 56% масел. Так вот, это вся специевость, ладанность, почулиевость, какая-то хвойность. Она уходит, и приходит, и приходит нежнейшая. Так, я отойду, чтобы вы видели мой сарафанчик. И выходит такая нежнейшая роза в ваниле, укутанная какой-то негой. И это мне напоминает, так же, как и Мажда Пекали, база карандашная стружка. Вот эта карандашная стружка, карандашевая стружка, она дает такую негу. Вы знаете, сегодня, когда он ко мне пришел, я нанесла его вот на запястье. Я принимала душ, я ходила по делам, я кучу дел переделала. И даже после душа, когда я, в принципе, терлась мочалкой, то потом он до сих пор остался. То есть, насколько это богатство, насколько это очень красиво и скроено. Да, здесь не хватает вот именно оттенков самой парфюмерной, парфюмированной воды, где есть какая-то такая шлейфовость интересная. Вот мне ее тут не хватает. Но он только пришел, и я Эпик помню по холодному времени года. На воздухе, естественно, когда снег, дождь. Этот шлейф я от себя ловила. Но я думаю, что это красота. Я, кстати, тоже избавилась от своей Маждочки. Меня зовут Красный. И хотела тоже ее приобретать. Но, вы знаете, сейчас за такую цену, которая сейчас стоит этот аромат, я не буду приобретать Мажду, потому что это Мажда и Эпик в одном флаконе. То есть, это просто красота. Ребят, если вдруг сейчас оборвется видео, вы меня извините. Я снимаю на скорую с телефона, не готовясь. Поэтому может в любой момент видео оборваться. Но я очень рада, что я снова к вам вышла на связь. Я вас всех люблю, обнимаю, целую. Желаю вам здоровья, счастья. И, вы знаете, я хочу еще такой же амуаж. Сердечко такое. Такой же хочу Honor. Honor 43. У меня Honor в 50-ке. Я решила собирать амуажи сейчас все в сотках. И подарила своей подруге на день рождения имитейшн. И, зная, что он также выходит из продажи, я приобрела его в сотке. Теперь я хочу Honor в сотке, потому что он у меня в 50-ке. И хорошо, что я его не заказала, потому что он вышел вот в этом экстракте. Я его обязательно приобрету. Может быть, попозже, может быть, на Новый год, может быть, на свой день рождения весной, в марте. Но Honor должен быть у меня также вот в этом красивом флаконе. Если вы видите, здесь вот такие вот, конечно, он уже заляпался, бока. И вот такая вот красивая эмблемка, как я вам уже показала. Это очень красиво. Вы знаете, парфюмированная вода, она немножко поддушивает. То есть она имеет немножечко обертон портретов леди. Это такие почули, роза, специи, тмин. И немножко может поддушивать. Эта красота в экстракте, так же, как и Мажда Бегали, это все идет, я не скажу, что какое-то лактонная нота, но это мягко, это пушисто, это медитативно, это так нежно, это так... оно не напрягает. Если портретов леди, он напрягает. Его невозможно не любить, но он напрягает. То есть портретов леди сидит отдельно от вас. Это не может быть ароматным я. Есть у кого портретов леди ароматный я, напишите, мне будет интересно. Я люблю этот аромат, но это аромат не на каждый день. В этом аромате, как одна девочка написала в комментариях, она может спать. Представляете? Я не удивлюсь, что в нем можно спать, потому что он очень красивый, очень. Вот я его сейчас на себя нанесла, он не душит, он сразу идет в раскрытие. То есть вот эти верхние ноты, это вот один в один, конечно же, эпик. Это хвоя, как я уже сказала, тмин, специи, пачули, ладан. Они сразу дают вот этот вот оркестр. Как бы выпрыскивается сразу все, все ноты. Но потом это все настолько красиво, настолько красиво все это открывается, и он становится таким сглаженным, таким... Ну, в общем, ребят, как я поняла, у любителей дома амуаж и есть обожатели вот этой старой классики. Кто-то любит мемуар, кто-то любит интерлюд, кто-то поклонник лирика, а кто-то эпика. Вот я девочка эпик. У меня был лирик, у меня был мемуар в экстракте, но нет, там выходит на мне какая-то такая подчуливая мужская одеколонная нота, которая усаживается в вазе прям как будто, вот знаете, такой достаточно мужской аромат, но мне это не нравилось. То есть я чувствую эту красоту, но я не чувствовала, что это вот прям вау-мое. И вот я девочка эпик, и эпик это мое. Здорово, это моя любовь. Так, на 10 минут, дорогие мои, все, я заканчиваю. Всех вас люблю, обнимаю, целую. И говорите мне, кто вы? Девочка, мальчик эпик, мемуар, интерлюд или лирик? Давайте поговорим пока о классике, потому что все-таки классика, она вечная. Так что буду ждать ваших комментариев. С вами была ваша Анжелика, наконец-то на связи. Всех вас обнимаю, целую. И будьте здоровы. И улыбайтесь почаще.